Узбекистан Узбекистан расположен в самом центре Средней Азии между ее крупными реками Амударьей и Сепдарьей. На протяжении тысячелетий этот край был местом пересечения культур и богатой истории. Здесь зарождался Великий Шелковый Путь, развивались зураастризм, буддизм и ислам. Здесь сохранилось множество мечетей и дворцов, поражающих не только своими масштабами, пропорциями, но и вкусом и мастерством строивших их зодчих. Сегодня Узбекистан – современная демократическая республика с отличным сервисом и развитой туристической инфраструктурой. Города Узбекистана встречают туристов сияющими миноретами, великолепными куполами и приковывающие взгляды мозаикой. Путешествие продолжается. Второй выпуск посвящен туристической столице Узбекистана. Самарканд – это город с древней, очень богатой историей, расположенной на перекрестке культур, традиций и миров. В нем встречаются и гармонично уживаются запад и восток, атмосфера восточной сказки и современной реалии. Мавзолеи, мечети, медресе, караван с сарай и рынки – памятники культуры и историй Самарканда охраняются Всемирной организацией ЮНЕСКО как наследие человечества. История Самарканда почти 2800 лет. За это время в летописи города отметились Кир Великий, Александр Македонский, Чингисхан и, конечно, легендарный Амир Тимур. Тот Самарканд, каким мы его знаем, создан трудами Амира Тимура и его последователей. С его именем здесь связаны самые знаменитые исторические события. Так, на перекрестке крупных городских дорог ему установлен памятник как самому великому завоевателю Средней Азии, который не проиграл ни одного сражения и покорил народы от Турции до Индии. С памятника Амиру Тимуру и начинается средневековая часть Самарканда. Центром городской жизни служит площадь Регистан, ансамбль невероятной красоты. Став архитектурной визиткой не только города, но и всего Узбекистана, центральная площадь поражала воображение древних путешественников. Лазурные купола, величественные входные порталы, высокие минореты, миллионы расписных плиток, много золота и лазури. Мозаика, арабская вязь и позолоченные росписи переносят нас в сказку «Тысячи и одной ночи». Ансамбль площади составляет три медресе. Самая древняя из них построена в начале XV века. Это медресе Лукбека. Этот грандиозный объект дошел до наших дней практически первозданным. Медресе Шердор, или обитель Львов, появилось двумя столетиями позднее. Входной портал украшен барсом, а стены расписаны цитатами из Корана. Не только цветами, но и блестящей позолотой покрыты стены и своды медресе Телякари. Благодаря реставрациям середины XX века мы можем удивляться красоте медресе, как и путешественники древности. В основном в медресе обучались мужчины, а женщины обучались на дому. Как шло обучение? Дети сначала обучались в мактабах, то есть в классах с пятилетнего возраста до 15 лет, а затем они поступали в медресе, и в медресе обучение длилось от 5 до 10 лет. И получается, как в современном институте, они получали за свое обучение дань. Это либо натурой, либо получается уже серебряными монетами. Большинство известных исторических памятников Самарканда связаны с именем Амира Тимура и его потомков. Самый популярный из них – мавзолеи Гуры Мир. Он переводится как «могила повелителя». Строительство самого грандиозного мавзолея Средневековья началось в 1403 году по велению Амира Тимура. Правитель, который многие годы жизни посвятил войне, скончался, как и подобает настоящему воину – в походе. Тело Амира Тимура было доставлено в Самарканд, в Гур-Эмир. Мы с вами находимся во внутренней части мавзолея Амира Тимура. Обратите внимание на захоронение. На этот центральный темно-зеленый нефритовый камень. Он сейчас отдает немножко черным оттенком. Это надгробие Амира Тимура. Захоронения, которые представлены здесь, они не в оригинальности. То есть оригинальные находятся под землей, в той же последовательности, что и представлено здесь, наверху верхней части. Получается, когда Амир Тимур умирает, перед смертью у него было лишь одно желание – это быть захороненным в ногах у своего духовного наставника и учителя. В результате чего, когда к власти в Самарканде приходит его внук, у Лукбек он осуществляет задуманное. Он привозит сюда останки духовного наставника и учителя Амира Тимура, которого звали Мир Саид Барака. При декорации данного мавзолея было использовано 2 килограмма 350 грамм сусального золота. Это все ручная работа, выполненная в технике из папье-маше. Через некоторое время, в годы правления его внука Улукбека, склеп становится фамильной усыпальницей Тимуридов. Комплекс мавзолея Шахизинда – ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, датированный XIV-XV веками, который состоит из 11 красивейших мавзолеев, практически окруженных городским кладбищем. Одно из прекраснейших мест Самарканда. Мавзолеи облицованы яркими лазурными плитками и расписаны зателевая вязью. Комплекс включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Усыпальницы созданы лучшими зодчими средневековья для великих и влиятельных людей своего времени. Здесь похоронены исламские святые, родственники, военачальники и соратники Амира Тимура и его потомков. Данный мавзолей был построен самим Амиром Тимуром для его сестры, которую звали Ширин. В отличие от других мавзолеев, в которых превалирует более резная наборная мозаика, здесь в интерьере более превалируют майоликовые изразцы, которые накладывались поверх жженого кирпича. Это место считается священным для всех мусульман. А для остальных – шахизинда – шедевр средневековой архитектуры. Известно, что в средние века Самарканд стал восточным центром просвещения и знаний. Во многом благодаря стараниям ученого-правителя Улукбека, основавшего здесь медресе, научные центры и даже первую на Востоке обсерваторию. Строительство пространства для наблюдения за небесными телами началось осенью 1420 года и длилось три года. Когда-то обсерватория имела вид трехэтажной цилиндрической постройки высотой почти с пятиэтажный дом, а также вмещала ориентированный с севера на юг гигантский секстант радиусом более 40 метров, на котором производились измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении через небесный меридиан. До нас дошла лишь часть грандиозного инструмента обсерватории. Еще одна разновидность достопримечательностей Самарканда – его удивительная храмовая архитектура. Городские мечети очень красивы и представляют разные исторические периоды и архитектурные стили. В самом сердце старого города находится крупнейшая мечеть Средней Азии Бибии Ханым. Впечатляющий шедевр средневекового зодчества. Она построена в начале 15 века по заказу Амира Цимура. Данная мечеть была построена за очень короткий период, всего лишь за пять лет. В 1404 году уже постройку данной мечети закончили. И в скором времени она уже начала разрушаться. Все, что вы сейчас здесь представлены, это все реконструкция, которая была закончена здесь в 2001 году. Сама Биби Ханым была праправнучкой Чингисхана. И когда Амир Тимур на ней женился, он приобрел статус гураган, что означает «зять хана». И он приобрел, получается, законное могущество. Но, к сожалению, Биби Ханым была бесплодной. Она не могла дать детей Амира Цимура, она воспитывала его детей от других жен. И также именно связано по вере. Здесь внутри имеется Коран. Ходил по вере именно упустители. Если как бы у вас не было детей, и девушка хотела забеременеть, если она ходила по часовой стрелке, значит, она хотела родить сына. А если против часовой стрелки, то она хотела родить дочь. Впечатляют и грандиозные размеры соборного комплекса, и размах строительства, и богатство убранства. Кажется, вы чудом перенеслись в эпоху Амира Цимура и расцвета империи. Помимо мусульманских святынь, в Самарканде действуют несколько православных храмов постройки XX века. Один из них – Свято-Алексиевский собор. Принадлежит епархии Ташкента, Узбекистана и Русской Православной Церкви. Был построен в Самарканде в 1909-1911 годах и освящен в 1912 году в честь чудотворца-святителя Алексия. Собор сооружен из светло-красного кирпича, высокие арочные окна и резные фризы подчеркивают его принадлежность к началу XX века. Оригинальное здание придает высокая восьмигранная колокольня и крыша. Внутри расположен один зал, а под высоким светлым куполом находится глубокий алтарь, украшенный иконами. Порой все, что нам нужно для счастья – взглянуть по-новому на привычные вещи. Всего в 13 километрах от Самарканда есть одно особенное место – туристическая деревня Канегил. Место славится уникальными традициями ремесленничества, чистейшей природой, тенистыми деревьями, протекающей рядом речкой Сиап. Но, пожалуй, главной достопримечательностью этого уголка является фабрика «Мироз», на которой ведется бумажное производство. Ее основали братья-ремесленники Мухтаровы. Благодаря им на фабрике было возрождено и налажено изготовление бумаги древним способом – технологии, применяемые задолго до появления бумагоделательных машин. Главная особенность такой технологии – ручной труд, при котором используется исключительно натуральное сырье. По этой причине бумага получается слегка желтоватого цвета, ведь ее не отбеливают химическими средствами. У нас есть бумажная фабрика, гончарная мастерская. Почему гончарная мастерская? Во-первых, это тоже творчество. Во-вторых, село, это называется Конигиль. Род означает глиняная шахта. Здесь из деревьев добиваются специальный слой земли, который используется для стандеров, кувшинов, который обычный песок превращает в пластилин. Поэтому керамика и тандры все пошли отсюда. Глину берут отсюда. Поэтому у нас гончарная мастерская. И уже патронские керамисты. У меня папа, дедушка, все родные занимаются гончарным мастерством. Все керамики гончарей. Есть маслобойня. Производим масло из кунжута, леона, из ореха, из всего. Тоже на водяном основе. Тоже чистое, без никаких добавок. Мавзолей Хаджа-Даньор. По сведениям 18 века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра, останки которого были привезены в Самаркан и захоронены завоевателем Амиром Тимуром. После постройки мавзолея с годами, по легенде, могила начала расти, достигнув длину более 17 метров. На территории комплекса находится родник, считающийся целебным и святым. Многие паломники пьют из него воду, надеясь излечить свои болезни или просто осветиться. А в 1996 году 15-й патриарх московский в Сеяруси Алексий II во время своего визита в Узбекистан посетил Самарканд, в частности, мавзолей Хаджа-Даньор. Возле склепа находилось засохшее фисташковое дерево, которое патриарх решил осветить. И спустя некоторое время дерево вновь ожило. В 2001 году мавзолей-комплекс Хаджа-Даньор были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Узбекистане ответственно подходят к делу подготовки кадров для туристической отрасли. Для этого несколько лет назад открыли Международный университет туризма «Шелковый путь». Это первый государственный вуз с международным статусом. Созданы программы по направлениям маркетинг в сфере туризма, туристическая логистика, менеджмент, обучение гидов, менеджмент массовых мероприятий и многое другое. Самарканд. Столица империи Амира Тимура. Научная столица Древнего Востока. Перекресток миров. Уникальная архитектурная сокровищница. Один из самых красивых городов Великого Шелкового пути. Его невероятные медресе, мечети и мавзолеи, покрытые восточными узорами, пестрые торговые ряды и колоритные жители с их южным гостеприимством и темпераментом производят по-настоящему яркое впечатление. Как только не называли этот город величайшие поэты и философы мира. Сад души. Жемчужина Востока. Зеркало мира. И даже лик земли. Продолжение следует.